В эфире Амурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах этого дня. Скоро поступать. Более трех тысяч амурских школьников в эти дни сдают единый государственный экзамен. На страже границ России. 28 мая амурские пограничники отметили профессиональный праздник. Финалисты четвертого потока. В правительстве региона назвали победителей программы «Кадры решают». Мы вместе. В Благовещенске прошел финальный этап областной спартакиады среди детских социальных учреждений Преамурья. Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Более трех тысяч амурских выпускников в этом году сдают единый государственный экзамен. Испытания стартовали 23 мая и продлятся до 5 июля. 28 мая 11-классники писали работу по русскому языку. Ровно в 10 часов ЕГЭ стартовал в 61 пункте проведения экзамена по всей области. Верят ли современные школьники в приметы и как проходит единый госэкзамен в материале Ирины Батиной. «Ни пуха, ни пират, ни двойки, ни галат, ни тройки, ни четверки, а лишь одни безотки». Непуха желают сегодня друг другу более 1200 благовещенских 11-классников. Именно столько сдают ЕГЭ по русскому языку. Чтобы испытания проходили честно, ученики пишут работы не в своих школах. В 26-й по спискам 128 ребят из 2-й школы и Алексеевской гимназии. «Волнение, конечно же, есть. Волнение есть всегда, но, как говорится, без волнения ничего не бывает. Помогали учителя, готовили. Сам готовился на основе школьной программы. Родители тоже помогали, поддерживали, как могли. Надеюсь на себя». «Ой, меня поддерживала в основном мама. Я ей очень за это благодарна. А вообще с утра, на самом деле, я не так сильно волновалась. Больше волнения пришлось на вечер». «У тебя какая-то примета есть, чтобы хорошо экзамен ставить, а что-нибудь делать? Монетку в ботинок положить». «Просто своевременно учиться надо было. Экзамен – это школьная программа, поэтому нет смысла волноваться». Пройти через рамку металлоискателя, затем через металлодетектор. С собой только паспорт. Проведение экзамена обеспечивают 32 педагога, два сторонних наблюдателя и один представитель госкомиссии. В каждой аудитории – видеокамеры. «Накануне экзамена мы все проверяем, все готовим санитарные нормы соблюдая. А день экзамена рано утром мы еще раз проверяем, все опечатываем. Создаем условия такие, чтобы не скрипели парты, свежий воздух был, освещение было, работало все, было как положено». В ее школе в этом году 56 выпускников. Рассказывает, что к важному испытанию готовили и родители, и детей. Создавать нужный настрой помогала психолог. «Мы говорим, ребята, нужно учиться сопротивляться со страхами, справляться со стрессами. Целые уроки посвящаем этому, классные часы. И даже разговор важным нынче был по теме, как справиться со стрессом во время экзаменов». ЕГЭ по русскому языку длится 3,5 часа. Результаты будут известны к 13 июня. Следующий обязательный предмет – математику базового уровня – ребята будут сдавать 31 мая. К слову, практически в этот же период с 22 мая по 2 июля девятиклассники сдают ОГЭ. В основном периоде участвуют более 9 тысяч учеников. Ирина Батина, Андрей Цветков, Амурско-областное телевидение. В правительстве области назвали победителей программы «Кадры решают». С финалистами четвертого потока проекта встретился губернатор Амурской области Василий Орлов. «Поздравляю с завершением этой программы прохождения всего курса обучения, с защитой проектов. Давайте сегодня пообсуждаем, что получилось, какие у вас предложения есть, в том числе по улучшению собственной программы, потому что у нас она не сворачивается, она будет продолжаться впереди». Программа «Стажирова. Кадры решают» стартовала в правительстве области в сентябре. Стажеры, прошедшие отбор, познакомились с работой министерств, управлений и законодательного собрания «При Амурья». Параллельно каждый участник разрабатывает свой проект, который поможет в социально-экономическом развитии региона. «Были определены совместно с ними проекты, и уже в течение всего этого периода прорабатывались эти проекты, исходя из практики существующих и видения ребят на эти проблемы». Проекты, которые представили губернатору, победители конкурса, касались таких сфер, как цифровое волонтерство в помощь серебряному возрасту. Стратегии продвижения программы «Кадры решают» в социальных сетях. Проект родительской школы – рукопомощи для улучшения детско-родительских отношений и просвещения родителей. Всем победителям проекта губернатор вручил благодарственное письмо и сертификат, дающий дополнительные пять баллов, необходимые при поступлении на госслужбу. Остальные финалисты также получили благодарности и сертификаты. «Я, в принципе, рассматриваю, как один из вариантов пойти в правительство, работать в Амурской области. Но, знаете, жизнь такая штука, куда выведет, туда выведет. То есть гарантии не стопроцентные. Меня абсолютно все устроило, какие-то новые впечатления. Вот встретился с губернатором, как-то, ну, необычно было это все для меня. Буду продолжать, буду держать, буду побеждать». 28 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пограничного управления ФСБ России. Соседство с Китаем придает особую важность этой дате для Преамурья. Ежедневно на границе несут службу корабли береговой охраны. Но мало кто знает, что когда они возвращаются в часть, дежурство не прекращается и экипажи всегда находятся в готовности. Продолжит тему Денис Блащук. Михаил Хусаинов, военнослужащий в четвертом поколении, говорит, продолжил дело отца, деда и прадеда в пограничной службе уже более 10 лет. О том, что будет служить на корабле, не сомневался ни секунды. После обучения сразу заступил на вахту. На границе порой проводит по несколько недель. Супруга, говорит Михаил, скучает, но понимает, ведь работа у него важная и ответственная. Сейчас экипаж находится в режиме готовности, и при поступлении приказа в течение 12 часов они должны отбыть к месту службы. Даже не находясь на границе, пограничный корабль охраняет ее. Сергей Дружинин служит на этом корабле уже почти 20 лет. За это время, говорит, он стал ему вторым домом. Осмотр проводится особой тщательностью, нельзя упустить ни одной мелочи. Все должно лежать на своих местах. От порядка зависит качество службы. Дежурный по кораблю отвечает за взрывы, пожаробезопасность, за стоянку корабля на швартовых и выполнение личного состава корабельных правил. В 2004 году был призван в город Анапу, где проходил учебку полгода. А по распределению в 2005 попал сюда город Благовещенск. С того момента ни разу не сменил корабль. Кстати, это судно, самое старое в Амурской пограничной флотилии. 3 июня ему исполнится 44 года. За отличное выполнение боевых задач, особую стойкость экипажа, 31 октября 2002 года кораблю присвоили почетное имя. 80 лет краснознаменному дальневосточному региональному управлению. Службу сейчас на нем несут три десятка человек. Традиционно только мужчины. Хотя в примету про девушку на корабле не верят. Я, если честно, не верю. Но как бы на любом корабле девушкам, я считаю, делать, как говорится, нечего. Потому что это очень тяжело. Все-таки девушки у нас создания нежные. И они не смогут служить и выполнять какие-то задачи. Даже просто напросто, простым языком говоря, тяжеловато им будет. И даже в свой профессиональный праздник экипаж продолжает подготовку судна в ожидании нового выхода в рейд. Чтобы ни один нарушитель не смог пересечь границу. И небо над Амуром всегда оставалось мирным. Денис Блащук, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. И в продолжении темы. С профессиональным праздником сотрудников пограничной службы поздравил губернатор при Амуре Василий Орлов. Он посетил погранзаставу «Западная». Она расположена в Благовещенске. Личный состав пограничной заставы «Западная» клуба юных друзей пограничника и ветеранов. По случаю 106-й годовщины образования пограничных войск построен. Временно исполняющий обязанности начальника пограничной заставы капитан Ковалев. Поздравляю вас 106-й годовщиной образования пограничной охраны. Ура! 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 В торжественной обстановке глава региона вручил благодарственные письма сотрудникам и ветеранам пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Также Василий Орлов посетил комнату дежурной службы, откуда ведется круглосуточное наблюдение за границей и питомник, где кинологи продемонстрировали подготовку служебных собак. «Мы вместе» в Благовещенске прошел финальный этап областной спартакиады среди детских социальных учреждений Амурской области. В этом году в ней приняло участие 6 команд. Кто стал победителем и забрал переходящий кубок, ответ знает Юрий Камышный. Парад в честь открытия пятого этапа спартакиады начался с исполнения гимна России. Проект «Мы вместе» проходит в области уже второй раз и собирают детей из разных социальных учреждений региона. Пояркова, Дмитриевка, Семиозерка, Райчихинск, Белогорск, Благовещенск, Константиновка. Основная цель этого мероприятия, говорят организаторы, не победа ребят, а их социализация. Почти в каждом детском доме есть дети, которые выделяются, которые подают надежды, которым обязательно нужно продолжить свою жизнь, связать со спортом. А вообще спартакиада наша задумана с целью объединения и социализации детей, для того, чтобы они могли общаться не только внутри своего социального учреждения, но и вне. Друг с другом общались и вообще видели другую жизнь. Спартакиада «Мы вместе» открылась зимой. В четырех этапах команды соревновались в настольном теннисе, пионер-боле, кроссе, мини-футболе. Последним стала легкая атлетика. Руки за линию все, девочки, убрать. Внимание. Открылись легкоатлетические соревнования с забегом на 60 метров. После того, как была пройдена эта дистанция, участников разделили. Вот здесь, например, ребята сдавали нормативы по прыжкам в длину. Среди тех, кто сдавал этот норматив, была и воспитанница из детского дома села Паярково, Анна Ивакова. Девушка, говорит, готовилась к спартакиаде несколько месяцев и показала неплохие результаты по нескольким дисциплинам. Теннис – это настольный теннис. Пионер-бол – это через сетку кидать мячик. И вот спартакиаде – это. А любишь спорт? Ну да. Можно. Поля. А это уже площадка, где прошли соревнования по метанию шаров. Дисциплина для девочек и граната для мальчишек. Завершилась спартакиада большой эстафетой. Команды бежали дистанцию. Четыре участника по 100 метров. После небольшого перерыва официальное закрытие мероприятия. Сегодня вы все стали немного сильнее, немного быстрее, немного опытнее. И кто-то из вас, наверное, не получил золота, но я уверен, что ваше золото вас обязательно в жизни найдет. По итогам соревнований лучшей командой пятого этапа стала сборная из Паярково. У нее и переходящий кубок спартакиады «Мы вместе». Но почти все участники были отмечены медалями и грамотами этого мероприятия. Отдельно ребятам вручили и сладкие призы. За волю к победе. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Этот материал завершает выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова